Торговая политика США идет вразрез с представлениями Китая о международном сотрудничестве. Ровно пять лет назад, 23 марта 2013 года, выступая в Москве перед студентами МГИМО, председатель Канерсти Дзинпин впервые выдвинул идею человеческого сообщества единой судьбы. За прошедшие годы она стала основой внешней политики Китая. На прошедшей недавно сессии Всекитайского собрания народных представителей ее внесли в Конституцию страны. Китай стремится к международному сотрудничеству, открытой глобальной экономической системе, гармоничному сосуществованию разных культур. В кузнице кадров российской дипломатии безоговорочно поддерживают концепцию, представленную здесь пять лет назад. Ценность и важность этой концепции переоценить невозможно, поскольку мы видим, что сейчас мир сталкивается с самым разным набором угроз. Это угрозы и политического характера, и экономического характера. Поэтому, на мой взгляд, конечно, подобная концепция – это во многом путь выхода из текущей очень сложной ситуации. Потому что, к сожалению, в предыдущие годы выход из таких сложных ситуаций либо заканчивался войной, чего мы не можем и не имеем права допустить в 21 веке, либо заканчивался каким-то экономическим, политическим коллапсом через целый государь, что мы также не имеем просто права допустить.